Исполняющий обязанности главы республики выразил уверенность в успешном взаимодействии с православной общиной и ее архипастырем, с удовлетворением отметив, что владыка Варлам прекрасно знает Кавказ. Один служит государству, другой служит Богу, но вместе с ним каждый из нас служит Богу и служит государству, потому что в конечном итоге мы служим гражданам России, россиянам всех национальностей. Корни нашей духовности, они идут и от иудаизма, и от христианства. Во-первых, здесь на этой территории был хазахский хаганат, до этого на этой территории было христианство. Многие наши районы, многие наши люди до 14 века фактически были христианами. Поэтому это не чудо для нас религии, это наша корневая тоже религия. Поэтому, соответственно, должна быть и пропаганда, и, соответственно, должно быть отношение тоже к этой религии. Есть и экономические, и социальные проблемы, но самые главные проблемы нашего бытия – это духовные и нравственные. И, конечно, государство ждет поддержки со стороны наших религиозных деятелей, подчеркнул Рамазан Абдулатипов. Владыка Варлаам, в свою очередь, поблагодарил владыку Зосиму, прежде бывшего здесь правящим архиереем, и представителей светской власти за то, что уже было сделано во благо православия на этой земле. Архипастер также выразил готовность к поддержке всех добрых начинаний руководства республики, а также обозначил основные задачи, стоящие перед молодой епархией. Особое внимание, по словам архиерея, он намерен уделять вопросам духовного просвещения и межрелигиозного диалога. Я буду всячески поддерживать ваше начинание, доброе, полезное для всего общества. Живя на Кавказе уже, я 12 лет служил на Кавказе, был благочинен в республике Новошетия, в Чеченской республике, и имел контакт с руководителями, очень хорошие были отношения. Мы все можем ошибаться по-человечески, но искать это истинно мы обязаны, стремиться к правде мы обязаны. К чему моя жизнь, в принципе, и направлена, чтобы стремиться к истине, искать ее, соблюдать заповеди Божии, учить народ Божий этим заповедям. И, как сказано в Священном Писании, то есть подавать добрый пример, чтобы другие, видя добрые дела, прославляли Отца нашего Небесного. Ибо сколько б нации не было, сколько вербы не было, у нас один Творец, один наш Отец Небесный, который нас сотворил. Когда вот это понимание в каждом человеке будет, я думаю, что вот те беды, которые постигли Россию от этого незнания, да, они уйдут. Редактор субтитров А.Семкин